Вопросами формирования бюджета сегодня задались и лабытнанские студенты. Только на этот раз речь шла о бюджете семейном. Тематическое занятие для них провели специалисты отдела по делам молодежи. В рамках молодежного проекта «Азбука семейного счастья» ребятам предложили сыграть в ролевую игру. Что из этого вышло, расскажет Ирина Волокитина. Как дожить до зарплаты, когда деньги уже закончились, а еще и на день рождения пригласили. С такими проблемами студенты столкнулись впервые в жизни, но пока в формате ролевой игры. В рамках года молодежных инициатив мы разработали такой проект «Азбука семейного счастья». На данных занятиях, специально разработанных, мы будем учить студентов, молодежь нашу, правильному формированию семейной жизни. В том, чтобы у нас семейная жизнь была крепкая, счастливая. Наш проект – хорошая альтернатива урокам психологии и этики семейной жизни, которые прежде входили в школьную программу, говорит ведущий специалист отдела по делам молодежи Анастасия Давыдова. Сегодня молодые люди решали денежные вопросы, к поставленной задаче подошли практично. Без любви вряд ли будет брак счастливым, но деньги – это то, без чего сейчас не может человек существовать в наше время. Студентов условно разделили на четыре семьи. Каждая из них для правдоподобности придумали легенду. Дед Иосиф, 52 года, пенсионер, получает пенсию 25 тысяч. Папа Михаил 38 лет, инженер, зарплата 45 тысяч. Мать Юлия 32 года, домохозяйка не получает зарплату. Студенческие семьи получились большими, многодетными. Основные траты приходились на покупку продуктов питания и одежды. К тому же, согласно заданию, необходимо было своевременно оплачивать коммунальные услуги, платить налоги и учитывать такие внештатные ситуации, как, например, поломка бытовой техники. При этом бюджет семьи складывался лишь из заработной платы супругов и социальных выплат. Это никогда не помешает уже знать, что будет в будущем. Тот же бюджет планировать. Мне кажется, это полезно будет для всех нас. Такие проекты обязательно нужны, потому что в будущем им пригодится это. Они будут уже планировать семью когда. Они должны как-то рассчитывать свой бюджет, я думаю. Все проблемы пока еще виртуальные студенты решали сообща. Нашелся ответы на вопрос о том, что делать, если денег нет, а без подарка к другу на день рождения идти не хочется. Ситуацию можно занять у друга или у родственников. Или можно, если зарплату дают, раньше можно взять и воспользоваться авансом. Конечно, будущее внесет свои коррективы в каждую ситуацию. Главное, чтобы семейная лодка не разбилась о бытовые проблемы. Такие, например, как неизбежная необходимость возврата того самого долга. Безусловно, предусмотреть каждую возможную проблему от А до Я никакая азбука не сумеет. Но вот объяснить ребятам то, что подходить к планированию семейного бюджета стоит ответственно и рационально, авторам проекта все-таки сегодня удалось. Ирина Волокитина, Максим Мячин, программа «Время местное».